Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и вот давайте, вы не будете, конечно, ставить галочку в нашем опросе, но я вас устно расспрошу. Вот действительно погибли пропагандисты, которые имели отношение к Rush Today, об этом сообщают, это подтверждается. Для вас это враги на войне или это мирное население, которое под обстрел попасть было не должно и жалко, и это, там, не знаю, последствия войны, которому вы особенно не рады? Значит, пропагандисты являются самыми опасными врагами Украины после Путина и его бывшего окружения. Почему? Дело в том, что для того, чтобы развязать агрессивную войну, в которой уже погибли десятки тысяч украинцев, Путина надо было вдохновить российский народ, обмануть его, ввести в блуд, и помогали ему в этом пропагандисты. Начиная от Соловьева, Скобеевой, Киселева и далее рангом поменьше журношлюх, типа с Russia Today, Anna News, Life News и прочих. Так вот, мне их абсолютно не жаль. Напомню, что на Нюрнбергском трибунале было повешено несколько фашистов, которые как раз были редакторами нацистских газет и идеологами нацизма. Поэтому абсолютно не жаль. Они знали, куда они едут, поэтому они законная военная цель. Антон, следующий вопрос такой. Владимир Зеленский в своем вчерашнем обращении сказал о подготовке взрыва Каховской ГЭС российскими войсками. Также об этом говорят аналитики Института изучения войны. Как-то можете рассказать, каким последствиям это может привести? Значит, Путин действует как Гитлер. Он оставляет после себя выжженную землю. Посмотрите на города, которые освобождают выражение Украины. Мосты разрушены, школы, больницы разгромлены. Красный Лиман уничтожен. Я вчера смотрел видео, как идет заезд через Лиман. Все мосты через северский Донец разрушены. Заводорожная инфраструктура разрушена. Предприятия разрушены, людям негде работать. Поэтому я никаких сомнений не питаю иллюзией, что он может взорвать и дам. Такой еще момент. Вы сказали вполне справедливо о том, что разрушается гражданская инфраструктура. И последнее время действительно, если раньше это были какие-то ошибочные прилеты, или по крайней мере можно было так сказать, что вот там целились военные объекты, а попали куда попали. То теперь не скрывают российские власти того, что целенаправленно бьют по теплостанциям, по электростанциям. То есть пытаются оставить без тепла и света жителей. А как вот с той стороны расскажите, сам народ это как воспринимает, как жители Украины к этому относятся, и может ли это повлиять значительно на готовность продолжать войну? Словами известной песни. Ярость благородная, вскипает как волна. Идет война народная, народная война с фашизмом. Российским фашизмом и путинизмом. Еще хочется такой вопрос из злободневного и наболевшего. Сейчас не просто говорят о том, что Херсон может вернуться скорее, там вопросы звучат, как скоро Херсон вернется. Есть ли у вас какое-то понимание, ну допустим ждать там возвращения Херсона, докупаться его до конца года. Есть ли понимание, возможно ли работа и возможно ли восстановление какое-то Херсона после того, как он почти целый год провел под российской оккупацией. Ну просто что я хочу сказать, что там возможно остались какие-то люди, которые были, не знаю, сторонниками России, которые приветствовали эту войну. Получится ли взаимодействовать с теми, кто живет в Херсоне сейчас, или об этом вообще лучше не думать, на ваш взгляд Антона Герасченко? Я считаю, что мы вернем Херсон, и 95% херсонцев, они ждут прихода украинской власти. Есть, конечно, ряд коллаборантов, из тех, кто мечтали попасть в русский мир, и которые хотят в нем остаться. А те, кто захотят остаться в русском мире, сбегут вместе с оккупационной армией в Россию. По вашим оценкам, я вот, кстати, просто спрашиваю, что, потому что оценки расходятся, кто сейчас, то есть активно российская власть сообщает о том, что людей из Херсона, они эвакуируют, они пытаются, да, там какие-то добрые слова найти, там не эвакуация, а добровольный вывоз какой-то или что-то еще. Кто-то говорит, что уезжают все, кто-то говорит, что уезжают на самом деле только вот эти самые гауляйтеры. По вашим оценкам, по вашим данным, кто сейчас уезжает и куда они уезжают, насколько этот процесс действительно налажен? Это прям тотальное бегство или это, не знаю, уезжает там 2-3 человека на тысячу? Смотрите, действительно, через истерию, которую развязали российская пропаганда, то стимулируют выехать через жители Херсона. Их пугают и запугивают наступлением вооруженных сил Украины. Ну и херсонцы, они просто хотят жить и понимают, что просто лучше, может быть, выехать из города, это будет более безопасно. Но, честно говоря, я до конца не понимаю план русских, потому что пока что еще наше наступление не дошло до Херсонов. И это больше похоже на какой-то хитрый план с тем, чтобы начать мобилизовать мужчин. То есть во время эвакуации пересчитать и зафиксировать тех мужчин, украинцев, которые оказались на бутылочных территориях. И военное положение, я убежден, ведено именно для того, чтобы иметь возможность мобилизовывать украинцев. Путин понимает, что смерть каждого россиянина, она так или иначе накапливается в копилку негатива к нему. В то же время смерть жителей Украины с оккупированной территорией ЛДНР, а там погибло колоссальное количество молодых мужчин, которых насильно затащили в армию и бросили под украинский этап. Поэтому, я думаю, вот это основная причина так называемой эвакуации, это реализация украинских мужчин. Еще у вас что хочется спросить, я сейчас буду ссылаться на довольно странный источник. Вы наверняка точно знаете про то, что Россия уже активно вербует заключенных, и про то, что там лично Пригожин приезжает, чтобы кого-нибудь уговорить из колонии, чтобы они поехали. Даже некоторые видео были опубликованы, как он кого-то просит. И несколько источников рассказывают, что, выступая в одной из колоний, он говорил, записывайте с чувака Вагнер, потому что это единственная армия, которая сейчас есть у России, потому что иной армии по сути нет. Армия разбегается, армия активно дезертирует. Можно ли верить в такой источник? Действительно ли разбегаются, или это ложь? Значит, могу сказать, что на сегодня самой боеспособной частью российской армии является не спецназ, не Унгур. Это действительно преступная организация. Это своего рода путинская СС. Это СССР. Там жесточайшая дисциплина. В том числе применяются телесные наказания, членовредительства, расстрел, что, в общем-то, не скрывает сам Пригожин и участники этой преступной организации. Там платятся очень большие деньги. Насколько я понимаю, то обязали все российские крупнейшие госкорпорации, типа «Роснефть», «Газпром», выделять огромные суммы кэшем на финансирование наемников. Суммы оплат доходят уже до 10 тысяч долларов. И поэтому фактически там воюют те, кто готов погибнуть. В то же время мобилизованные – это будет большая буза для российской армии, потому что люди-то в основном демотивированные, не готовы воевать. И поэтому, думаю, что ЧВК «Вагнер» будут выполнять функцию заградотрядов. Вперед будут на минные поля под пушки танки запускать мобилизованных. А дальше за ними будут уже идти более профессиональные «Вагнеровцы». Спасибо большое, Антон. Так, внезапно мы с вами говорили про Украину, и я узнал кое-что новое и про российскую так называемую армию. Потому что армия, конечно, не назовешь это, это, конечно, вы правы, что это какая-то бригада СС. Антон Герасченко был с нами. Большое ему спасибо. Спасибо.